Здравствуйте! Ингрида Андрине родилась 23 июня 1944 года в латвийской столице Ирике. После окончания школы поехала поступать во ВГИК, что ей удалось в первой же попытке. Ее кинодебют состоялся в 22 года в фильме «Предрассветной дымке», в которой она сыграла роль Норы. Далее было несколько других небольших работ в кино. Всесоюзная известность пришла к ней после выхода на экраны историко-приключенческого фильма «Последняя реликвия», который стал одним из лидеров проката в СССР в 1971 году. В картине она исполнила роль красавицы Агнес, племянницы Аббатисы. Ингрида стала первой актрисой, которую назвали секс-символом латвийского кинематографа. Роль Агнес стала ее визитной карточкой. Позже актриса снялась в картинах «Я следователь», «Слуги дьявола» и «Слуги дьявола на чертовой мельнице», «Освобождение», «Право на любовь», «Трест, который лопнул». С 1982 года в ее жизни наступила творческая пауза. Вернулась на экраны в 1990 году. В 2000-е сыграла небольшую роль в одном из сезонов сериала «Каменская». Также ее можно было видеть в популярном шпионском сериале «Красная капелла». Последними работами актрисы в кино стали латвийские фильмы. Актриса Ингрида Андриня умерла 17 сентября 2015 года. Регина Разума родилась 22 сентября 1951 года в Рике. Регина окончила Рижское хореографическое училище. В 1971 году начала сниматься в кино. Дебютировала в картине «Танец мотылька». Сыграла роль маникенщицы, одной из жен главного героя. Популярность ей принес фильм «Стрелы Робин Гуда». В нем она сыграла роль красавицы Марии. В фильмографии актрисы более 40 киноработ. Запомнилась она по ролям в фильмах «Право на выстрел», «Не покидай», «Незаконченный ужин», «Последний репортаж» и других. В 2009 году сыграла роль доктора в латвийском фильме «Охота». Актриса трижды была замужем. Первый муж – Улдис Разумс. Он был художником. Познакомились они на улице. Он предложил ей поработать фотомоделью. Она согласилась. Постепенно между ними возникли чувства. В 19 лет Регина вышла замуж. Родила своего единственного сына Рэма. Но семейная жизнь не сложилась. Второй муж также был художником. От него она ушла, полюбив мужчину, ставшего ее третьим супругом. Третий муж – эстонский композитор. Прожив 10 лет, вместе супруги расстались. Продолжает работать. В свободное время воспитывает внука. Лина Бракнити родилась 19 ноября 1952 года в Вильнюсе. В 12-летнем возрасте появилась на экране в детском фильме «Девочка и эхо», снятом на литовской киностудии в 1964 году. Ее героиня Вика, которая гостит у своего дедушки-рыбака. В какой-то момент она вступает в конфликт с вожаком компании «Мальчишек» и оказывается на высоте. Фильм был отмечен рядом наградой премии. Через два года Алексей Баталов выбрал ее из множества претенденток на роль сулок в фильме «Три толстяка». Днем Лина снималась, а по вечерам сидела за учебниками, чтобы не отставать от школьной программы. В СССР этот фильм посмотрели 23 миллиона зрителей. И Лина Бракнита попала в число узнаваемых, популярных и перспективных юных актрис. От режиссеров поступали новые предложения, и следующую роль Лины сыграла в фильме «Дубравка», который принес ей еще большую славу. За исполнение роли «Дубравки» девочка была удостоена приза за лучшую женскую роль на Республиканском кинофестивале 1967 года в Вильнюсе. Ее героиня «Дубравка» – обычная девочка, которая живет в Крыму на берегу Черного моря. В какой-то момент она с удивлением обнаружилась, что детство кончилось. Дубравка выросла, но детские нотки проскальзывают во всех ее словах и поступках. Она очень категорична и не готова прощать даже за малейшие слабости. Однако приходит первая любовь, и ее мир меняется. Спустя годы она рассказала, что сегодня ее до сих пор узнают именно по этой роли. После этого она сыграла еще в двух фильмах «Море нашей надежды» и «Последний фронт». Больше в кино не снималась. После окончания школы Лина не захотела поступать в театральный вуз, просто присытилась этой профессией. А еще девушка себя считала слишком худой и маленькой ростом для того, чтобы стать актрисой. После школы окончила исторический факультет Вильнюрского университета. Работала в библиотеке Института истории Литвы в отделе раритетов. Муж Раймонда Спакнис – фотограф и издатель. В браке родилась дочь Виктория. Есть внук. Всей семьей они часто путешествовали и объездили много стран. Дидора Артуровна Риттенбергс родилась 29 августа 1928 года в Латвии. Дебютом Дидоры стала главная роль Малевы в фильме «Малева», принесшая актрисе в 1957 году приз Венецианского фестиваля за лучшую женскую роль. Фильм демонстрировался во многих странах Европы. Пресса восторгалась исполнительницей роли Малевы. Далее были главные роли в фильмах «Гроза над полями», «Твое счастье», «Эхо», «Под одной крышей». Яркой стала роль Лили в драме Анатолия Граника «Источник». Фильмография актрисы более 40 киноработ. Последняя роль профессора в фильме «Стечение обстоятельств». Дидора была не только актрисой, но и режиссером. Со своим единственным мужем, актером Евгением Урбанским, актриса познакомилась в 1960 году на Московском кинофестивале. Через три недели после их знакомства Дидору положили в больницу на операцию «Сердце». Урбанский ежедневно ее навещал, а сразу после выписки они пошли в ЗАГС. Но счастье пары было недолгим. 5 ноября 1965 года, недалеко от Бухары, Урбанский трагически погиб на съемках фильма «Директор». Их дочь Евгения родилась спустя несколько месяцев после смерти отца. Замуж овдовевшая актриса больше не вышла. На все вопросы о замужестве отвечала, что никто и никогда не смог бы ей подарить столько любви и обожания, как Евгению. Дочка, повзрослев, перебралась жить в Ригу. Там она вышла замуж и родила двоих детей. В последние годы жизни Дидора тяжело болела. Знаменитая актриса скончалась 9 марта 2003 года в Риге. Спасибо за просмотр. Удачи во всем. Отличного настроения. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok